Всем привет! С вами опять я, Инесса, на своей даче, и хочу продолжить тему знакомства с вами. Сейчас будет небольшой блог, просто будет болталка. Я буду рассказывать о себе. Поскольку один и тот же вопрос задает под разными роликами, людей интересует этот вопрос, мне скрывать нечего, поэтому я с удовольствием отвечу на ваши вопросы и расскажу, где я живу и кем я работаю. В общем, я живу в городе Оренбурге, это Россия. Вот видите, у меня написано на кепке Оренбург. Оренбург – это небольшой провинциальный город на Урале. Ничего особенного в нашем городе нет, кроме нашего ужасного климата. Почему я в разных роликах показываю, что то у меня что-то вымерзло, то у меня что-то высохло. Это не только у меня. У нас мучаются так все оренбуржцы, поскольку у нас летом сейчас начнется жара, может два месяца жарить, то есть 37-39 в тени, и нет совершенно дождей. Тут у нас везде степи, поля просто выжженные. Я вам летом покажу, какие у нас степи, где желтые трава, все выжжено. Ну и то же самое, здесь все горит на даче. Если ежедневно не поливать и здесь не жить, просто приезжать, как мы приезжаем. Но мы не такие заядлые дачники, мы скорее любители. И только начали мы, в общем-то, благоустраивать свою дачу. Раньше мы все время ездили на рыбалке. У нас для рыбалки есть абсолютно все. У нас очень хорошие палатки, там все это кресло, лодки, газовые плитки. И мы, в общем-то, все время всю свою молодость проводили на озерах, когда дети были маленькие. Ну а сейчас уже дети выросли, и нам захотелось немножечко как-то сесть. И вот мы решили благоустраивать дачу. Про климат я рассказала. Зимой у нас очень сильные морозы. Дети неделями бывают, не ходят в школу. У нас такая сильная пурга и метели. Постоянно штормовые предупреждения передают. Ну, может быть, вы уже слышали в новостях. Часто передают какие-то случаются трагические случаи даже бывали, когда люди погибали во время метели. Ну и в декабре, когда еще не выпал снег, очень часто бывает уже мороз. И поэтому вымерзает. Вот прошлая зима была такая, вымерзла вся клубника. Ромашки вымерзли у меня. Вот все мальвы, шток розы, у кого виноград. Ну, в общем, много что померзло в прошлом году. Сажали все заново. Вот как раз из-за морозов я все свои яблоньки сажаю весной. Осенью я их не сажаю, поскольку если посажу осенью и в декабре ударит мороз и не будет снега, естественно, они замерзнут. Вот как и произошло вот с этой яблонькой. Мы ее купили где-то на дороге. Стояла машина. Мы купили вот эту яблоньку. Она была большая, привозная. Мало того, что пока ее везли, она долго была с открытой корневой системой. И еще мы в прошлом году посадили. И вот как раз был декабрь морозный и без снега. И она, естественно, не прижилась. Все яблоньки, которые я сажала весной, они все прижились. И причем эти яблоньки все были с нашего сороктажского питомника. В общем, теперь я буду покупать только весной. Вот как раз через недельку привезут. И только буду наши местные саженцы покупать ранней весной. Вот такой у нас климат. И очень сильные бывают порывы ветра. Вот как раз при прошлой съемке, когда я делала тепличку, вот было то же самое. Сейчас расскажу такой неприятный был момент. Если вы внимательно обратили внимание, что я опять снимаю на свою старую камеру, размер экрана 3х4. Я показывала уже в предыдущих роликах, что мы купили новую видеокамеру. Ну и вот эта новая видеокамера стояла у нас на столе. Мы тут занимаемся каждый своим делом. Такая идиллия. Тут я бегаю по огороду, там что-то снимаю. Муж тепличку тут делал, копал. И вдруг ни с того ни с сего такой сильный порыв ветра. Хотя было тихо, вот как сейчас было тихо. Такой сильный порыв ветра. И эта камера слетает со стола и падает в ведро с водой. Причем ведро стояло не возле стола. Оно стояло далеко от стола. И мало того, что у нас стукнулось о бортик ведра, и упало туда и в ведро с водой. Я подбегаю, вытаскиваю камеру. Из нее льется вода. Я, конечно, была в шоке. Быстренько вытащили батарейку, приехали домой, включили печку электрическую, поставили сверху и начали камеру сушить. Вот дома и так жара, батареи жарят 30 градусов. Мы еще печку включили. Ну, надо было срочно спасать нашу камеру. И вы представляете, мой шок, когда на следующий день она включилась. Я вообще даже не верила, что она будет работать. Я уже с ней мысленно распрощалась, уже поплакала. И вдруг она на следующий день начинает работать. Ну, если бы эта камера была китайской, точно бы ей была хана. Не зря я любила всегда камеры Canon, и, в общем-то, никакую другую не хотела. У нас вот эта вот старенькая камера Canon 10 лет прослужила. Вот. И, в общем-то, это фотоаппарат. Фотоаппарат и режим видеосъемки там есть. Вот. Ну, в общем, этот новый Canon наш вдруг заработал. Вот японцы, конечно, молодцы в этом отношении. Там сразу сработала защита. Когда он в воду упал, она включилась и выдвинулся экран. И тут же она отключилась. То есть, как только почувствовала, видимо, воду, у нее какой-то вот этот вот защитный режим включился. И она потом уже не включалась, пока камера не просохла. То есть, видимо, наверное, это предусмотрено. Но у нас ни одна камера не выдерживала. Я не знаю, какая другая бы такой тест-драйв прошла. Теперь уж точно никакие другие камеры мы покупать не будем. Всю жизнь у меня будут только камеры Canon. И вот сейчас я медленно подошла как бы к такому вопросу. Где я и кем работаю? Я по образованию учитель музыки в школе и музыкальный руководитель в детском саду. Но по специальности я никогда не работала. Ну, я работала, когда была молодая после училища. А потом 90-е годы, когда начались, зарплату по полгода не платили. У меня был маленький ребенок. И надо было зарабатывать как-то жилье. И я подалась в предприниматели. Челноком ездила туда-сюда, заработала квартиру. Ну, и потом, в общем-то, засела дома, поскольку нужно было заниматься детьми. И я много лет работала швеей-надомницей. Точно так же, как частный предприниматель я работала. Шила вещи и сдавала их в магазины. Но я всегда любила видеосъемку. У меня всегда были видеокамеры. Когда дети были маленькие, была вот такая большая хитачи японская камера, которая ставилась вот так вот на плечо. Туда вставлялась кассета. И, в общем-то, я снимала там. Ну, я снимала своих детей, поскольку у меня много было моей работы. Я неплохо зарабатывала. А видеосъемка у меня была как увлечение. Ну, и сын, когда вырос, отучился на программиста, но выбрал работу видеооператора. Он работает видеооператором, поскольку это вот получилось наше такое семейное любимое занятие. И он работает оператором и снимает по выходным свадьбы. А я сижу дома и помогаю ему делать монтаж этих свадеб и записываю диски. То есть получается, что я сейчас работаю видеомонтажером. Ну, возможно, вы спросите, почему, если я видеомонтажер, мои эти ролики непрофессионально смонтированы. Потому что я провожу за работой по 12 часов, и мне совершенно не хочется превращать свое хобби в свою работу. Если я и эти ролики буду монтировать по 12 часов, тогда мне просто это занятие надоест. А мне, в общем-то, хочется продолжать снимать блоги. Поэтому мои ролики по-прежнему будут любительские. На этом я прощаюсь с вами. Желаю удачи. Пока-пока!